Да, друзья, сегодня мы делаем выкройку и непосредственно винт для китайского ветрогенератора. Диаметр винта 1,3 метра, то есть стандартный 1,2. Я решил сделать 1,3. Труба будет 315, длина одной лопасти 65 сантиметров, без учета вот этого вот скругления, то есть скругление выходит еще на больший радиус. Делать выкройку и как читать таблицу и схему изготовления выкройки в видео вы сейчас увидите. Ссылочка на него появится. Вырезаем эту выкройку и переносим эту выкройку на трубу. Выкройка готова. Обязательно не нужно написать диаметр, для какой трубы эта выкройка, общая длина, быстроходность и желательно также какие обороты у этого винта будут на 4 метров в секунду. Это берем из таблицы. Таблица расчета этого винта будет в отдельной записи, доступной для моих спонсоров. Остался у меня вот такой вот огрызок трубы. Нам необходимо прочертить осевую, первую, для первой лопасти. Как это делается? У нас соответствуют маркировке, параллельно маркировке идет. Но если вдруг у вас на трубе нет маркировки, то осевую можно прочертить с помощью уголка. Любой уголок, вот у меня есть уголок с полочкой в 3 сантиметра. Прикладывайте на трубу, позиционируйте ее так, чтобы все грани уголочка примыкали к поверхности трубы и уголок не гулял. Если вдруг вы искосите буквально чуть-чуть уголок, то сразу видно, что начинает он гулять по плоскостям. Добивайтесь максимально точного прилегания всех плоскостей, отсутствия так называемого коромысла. И это и есть осевая перпендикулярная полоса торцу данной трубы. Соблюдение вот этой вот перпендикулярности торцу трубы прямой, это не моя прихоть, это как раз таки необходимость для точного соблюдения расчетов таблицы и сохранения расчетных аэродинамических свойств этой лопасти. Далее прикладываем выкройку, совмещаем ось, которая была на выкройке с осью, которую мы только что прочертили на трубе. Приклеиваем хорошенько скотчем и дальше обводим контур. Использовать лучше маркер перманентный, который хорошо рисует на пластике, не стирается рукой. Все, первую лопасть имеем, можем ее вырезать, но вырезать я ее не буду, я сейчас экономлю трубу, поэтому максимально плотненько буду прикладывать рядышком уже с существующим, может быть вот так буду смещать, но максимально плотно мне нужно разместить эту лопасть на оставшиеся кусочки этой трубы. Обращаю ваше внимание, что я меняю направление, это не страшно. Страшно, если вы возьмете и вот так перевернете в процессе эту выкройку. То есть, если вы один раз нарисовали вот так вот, сверху маркер, то всегда вы кладете данную выкройку, чтобы маркер разметки находился вверху. А дальше уже вращайте ее как хотите, так или так. У вас все равно лопасти останутся того вращения, которое вы задумали. Далее, но мы также переносим на равных расстояниях точки и прочерчиваем вторую осевую для второй лопасти. Закончено. Вот такие вот лопасти. Три штуки. Все, сейчас обрабатываем кончики, кромки, делаем хаб, махи. И все это вновь водружаем на ветряк и проводим испытания. Свет мигает вообще, задолбали. В итоге получился такой винт, но в нем есть маленькое но. Из-за того, что труба залита, так сказать, пузом и буквально находящиеся в одной точке лопасти имеют существенную разницу в весе. Вот могу сказать, что 506 одна лопасть, 470 другая лопасть и 386 третья лопасть. То есть, это даже больше, чем 110 грамм. 110 грамм это очень большая разница в весе из одной и той же трубы, из одной почти и той же точки вырезанной. Я уже здесь пытался менять на легкую лопасть поставил железный мах верхний, хотя в оригинале он алюминиевый верхний и металлический за нижний мах. Обтачивал мах нижний металлический, чтобы облегчить самую большую. И даже, несмотря на то, что я добился веса 629 грамм вместе с махом одной лопасти, 629 грамм другой лопасти и 630 грамм, здесь я не написал, вот этой третьей лопасти самой тяжелой из-за подточки маха. Но, все равно, лопасти весят одинаково, расстояние между кончиками также одинаковое, но динамическая балансировка показывает очень большой разбаланс. То есть, вот эта часть у этой лопасти более тяжелая, чем вот эта часть и все. И в момент вращения начинается жуткий расколбас. Поэтому, начинаем вырезать из остатка трубы еще лопасти. И смотрим уже потом, как они будут изначально весить, ну, в своей безобработке, так сказать, надо максимум добиться одинакового веса именно самих лопастей в плане их пластиковой части. Установлен, стабильно работает на любых оборотах, вибраций нет. И так вот потихонечку ветрячок подливает в аккумуляторы. Напомню, диаметр 1 метр 30 сантиметров, трехлопастной. Ветер 5-6 метров в секунду. Сейчас будет вот здесь небольшая табличка о том, какую трубу нужно и желательно использовать, какого диаметра для тех или иных лопастей. Точнее, для лопастей той или иной длины. Нарушение этого соотношения и этой таблицы может привести к тому, что лопасти у вас будут хрупкие и не будут служить длительное время. По причине того, что просто их длина не будет соответствовать прочностным характеристикам трубы. А именно ее толщине. Толщине твердого слоя, толщине вспененного слоя. И, соответственно, весу. Мне задают вопрос, мол, у него есть труба 200-я и он хочет сделать 2-метровый винт в диаметре. Но это категорически неправильно. Поэтому вот табличку посмотрите, она также будет прикреплена в описании к этому видео. Желательно соблюдать вот такие пропорции. Я их соблюдаю и они себя зарекомендовали положительно. В данном случае сделана с большим запасом по прочности. Это 315-я труба диаметром 1,30 м. Так же необходимо не лениться и делать верхние рейки, стяжные махи. Они у меня алюминиевые. И так же задние махи тоже применять металлические, толстенькие. Длина обычно занимает 30% от длины лопасти. Все. И вот такие вот правила позволят вам сделать вполне рабочий, долго работающий винт из ПВХ трубы. Вот, друзья, все работает. Знаете, я знаю некоторых людей, альтернативщиков, которые попали в заложники такого вот убеждения, что якобы канализационная труба, ПВХ труба, не гожа типа для лопастей. Они бедные мучаются, выгибают из жестики, либо там делают криво-косые стеклопластиковые лопасти. Но не могут, так сказать, осознать свою ошибку в неверном утверждении, что лопасти из ПВХ трубы вполне пригодны. Точнее, они утверждают, что они непригодны. Но практика моя показывает иное. Поэтому не бойтесь, не ждите, когда у вас там появятся технологии изготовления стеклопластиковых лопастей. Просто берите и делайте их из ПВХ трубы. Только делайте их по расчетам. Профиль для этих лопастей, он будет в прикрепленном комментарии, но для моих спонсоров. Все. Кому было полезное видео, ставьте лайк, дизлайк, задавайте вопросы. В меру своей компетенции буду отвечать. Ну и, конечно же, используйте альтернативу там, где это можно, нужно. И выгодно делать. Сейчас посмотрим, как у хейтеров вот такое полезет из одного места, когда они услышат, что моим спонсорам доступен расчет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!